Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 47. 1 Коринфянам 15 глава 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Толкование блаженного фефилакта. Подвязался Господь Иисус, а нам дана победа. Не по заслугам, не по долгу, но по благодати и человеколюбию Бога Отца, Который сделал нас победителями через подвиг Своего Сына. 1 Коринфянам 15 глава 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Толкование. Поскольку, говорит, вы узнали, что будет воскресенье и воздаяние добрым и злым, то будьте тверды, ибо они колебались в учении воскресенья. Поскольку же они и не родили о жизни доброй из-за того, что будто не будет воскресенье, то, говорит, всегда преуспевайте в деле Господнем. Не только делайте оно, но и творите его во изобилии. Дело же Господне то, которое любит Господь и которого Он требует от нас. Есть добродетель. То есть надеетесь, что будет воскресенье, и вы ничего не потеряете из ваших трудов. Ибо прежде вы не родили, а добродетели, потому что верили воскресенью. И потому не хотели трудиться напрасно. Но теперь вы знаете, что никакой ваш труд не останется напрасным. Пред Господом значит, или труд ваш, который в Господе, то есть на который вы имели помощь свыше, так как Он обращен на дела благоугодные, или у Господа не останется труд ваш напрасным, но вы получите от Него воздаяние. 1 Коринфянам 16 глава 1 стих. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Толкование. Окончив догматическое учение, перешел к главе добродетелей Милостыни. Милостыни называет сбор для того, чтобы облегчить дело в самом его начале. Ибо что было собираемо от многих, то для каждого было легко. Потом побуждает их к соревнованию, повествуя о том, что совершено было другими. Как говорит, сделали галаты. Не сказал, я предложил, но установил, что означает большую власть. Большую. Большую власть. Дабы ты знал, что это установление царское. И не пренебрегал этим делом. 1 Коринфянам 16 глава 2 стих. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Толкование. Первым днем недели называет День Господень, Воскресенье. И самым днем предрасполагает их к милостыни, напоминая о совершаемых в воны и таинствах. Очень также благоразумно повелевает каждому сберегать то, сколько позволит ему состояние. То есть, что Бог пошлет и что будет сподручно. Ибо не сказал, точас неси, дабы не пристыдить кого-нибудь, имеющего мало. Но отлагай сам из себя, и когда придет время, тогда и неси. Дабы, говорит, вам не собирать тогда, когда нужно раздавать. Словами, когда я приду, делает их более усердными к досбору, так как пожертвования будут перед его глазами. Ну, какая-то норма существует, сколько позволит. Ну, не все позволит. Спрашиваю, а сколько ты положил? Столько-то. А одну двадцатую. А почему не десятину? Не может ответить. Сколько позволит, не меньше десятины. Почему? Если ваша праведность не превысит праведности книжников-парисеев. Прям трясутся, чтобы только не отдать деньги на дело Божие. Ну, теперь оберись назад, жизнь-то прошла. Сколько ты наворовал у Бога? У нас был знакомый парень, он уехал на север, работал там на бульдозере. Ну, хорошо зарабатывал. Вернулся и стал к нам опять в общество прибиваться. Я говорю, а ты работал на чем? На американском бульдозере. Золото добывали. Ну, и деньги есть, конечно, есть. Ну, а ты Богу-то отдавал десятину-то? Нет. Он не отдавал, воровал. Меня обкрадывать, и Господь говорит. Ну, сели, посчитали сколько. А его не было года четыре с лишним. Он посчитал, сумма солидная. Я говорю, если ты хочешь быть с нами, то мы, написано, видишь, вора, сходишься с ним. Мы с тобой не сходимся. Ты деньги должен эти снять и отдать. У него разговоров нет. Это, а куда отдать? Ну, мы решим, куда. На издание Слова Божия. Издавали баптиста отделенные. Мы пошли и пресвитера отдали. Люди ничего не понимают. Я не... Через руки пресвитера отдал на небо. Он отдал. Я свидетель был. Вот так мы и жили. Почему мы такие благословенные? Столько у нас всего есть. И книг полно, и Евангелие, и Библии. Все у нас есть. 1 Коринфянам, 16 глава, 3 стих. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Толкование. Хорошо сказал, которых вы изберете, во избежание всякого соблазна, дабы не заподозрили, что он хочет из собранного сколько-нибудь уделить и себе. Итак, после слова изберете, поставь точку. Потом читай. Тех отправлю с письмами. Связь будет такая. Кого вы изберете, тех я пошлю со своими письмами. Как бы так говорит. И сам я присоединюсь к ним. И приму участие в этом служении своими письмами. Подаянием, по-церковнославянски, благодатью. Назвал это дело, то есть пожертвование, для того, чтобы показать, что они совершают нечто великое. Совершают и без скорби, и без принуждения. Ибо благодать такого свойства. Назвать же приношение милостыней было недостойно святых, которые имели принять оное. 1 Коринфянам 16 глава 4 стих. А если прилично будет им не отправиться, то они со мной пойдут. Если, говорит, сбор будет такой, что потребуется и мое служение, то и я отправлюсь. Этим также располагает их к щедрости. Хочет также иметь и свидетелей, что он ничего не возьмет себе. Посему, говорит, со мной пойдут. 1 Коринфянам 16 глава 5 по 7 стих. И я приду к вам, когда пройду Македонию. Ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили. Куда пойду? Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Не сказал, я отправлюсь в Македонию, дабы не сказали, ты предпочитаешь на македонян. Но сказал, я иду через Македонию. То есть осматриваю македонян спешно и мимоходом, а у вас поживу. Эти показывают, что он предпочитает их македонянам, как учеников искреннейших и достойнейших, ибо церковь Каримская была велика. Словом пробыть устрашает тех, которые грешили. Прибавляет, если Господь позволит, по причине неизвестности. Ибо он не знал, будет или не будет ему это позволено духом. Ибо дух водил его, куда сам хотел. Вот это миссия. Находясь в Ефесе, он намеревался оттуда отправиться в Македонию, пройти ее и потом отправиться к ним. Многими доводами доказывают свое расположение к ним. И тем, что не хочет видеть их мимоходом. И тем, что желает, чтобы они проводили его. 1 Коринфянам 16 глава 8 стих. В Ефесе же я пробуду до пятидесятницы. Толкование. И это знак сильной любви, что сказывает им, где будет, сколько пробудет, и даже и присоединяет причину. Ибо продолжает. 1 Коринфянам 16 глава 9 стих. Ибо для меня отверстие великое и широкое дверь, и противников много. Толкование. То есть многие желают приступить к вере, и мне открыть широкий вход к ним, так как мысль их созрела для веры. Ибо учитель стесняется, когда ученики его неусердны. Напротив, широкое для него поле, когда ученики его готовы. Поэтому самому и противников много. Ибо дьявол, видя, что его лишает рабов его, больше возмущается и восставляет противников. 1 Коринфянам 16 глава 10 стих. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Толкование. Поскольку вероятно было, что Тимофей, прибыв в Коринф, будет обличать тех, которые грешили, поносить их, то предостерегает их, дабы богатые мудрецы не восстали против него. Не потому, будто Тимофей не имел мужества и мог пасть, но потому, что они сами себе могли причинить вред. А он был весьма готов на опасности. Хорошо сказал у вас, ибо не говори мне об эллинах, когда я требую от вас, что следует. 1 Коринфянам 16 глава 11 стих. Посему никто не пребрегай его, но проводить его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. Толкование. То есть проповедует и учит, и не просто, но как я, что составляет великую похвалу для Тимофея. Поскольку он таков, то пусть никто не унижает его, ибо он был молод и одинок. А ему поручено было заботиться о весьма многих, и при том... Слава Иисусу Христу! 1 Коринфянам 16 глава 12 стих. 1 Коринфянам 16 глава 12 стих. А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Толкование. Аполлос был и старше Тимофея, и муж красноречивый. Дабы не сказали, почему же послал не его, а младшего, говорит, очень просил его. И не говорит, он воспротивился мне. Но освобождая его от порицания, говорит, но он никак не хотел, то есть не было угодно Богу. А дабы не сказали, что эта отговорка и предлог говорит далее. Одновременно из-за его защищает и их, желавших видеть его, утешает надеждой на его прибытие. 1 Коринфянам 16 глава 13 стих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Толкование. К концу послания опять убеждает, показывает, что не должно надеяться только на учителей, но и самим себе внимать. Вот тебе Дамаскин, Дамаскин, ну ты-то еще тебе голова дана. Бодрствуйте, так как есть обольстители. Сказал это потому, что они как бы спали, а не во внешней мудрости, ибо в ней можно не утвердиться, а кружиться. Сказал это потому, что они колебались, так как есть наветники. Сказал это потому, что они расслабили духом. 1 Коринфянам 16 глава 14 стих. Все у вас да будет с любовью. Это против тех, которые смущали и разрывали церковь. Учит ли кто? Учится ли кто? Обличает ли кто? Все, говорит, да будет с любовью. При посредничестве же любви. Не будет ни гордости, ни разделения. 1 Коринфянам 16 глава 15 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Толкование. Здесь нужна перестановка. Умоляю вас, да бои вы починились таковым. Прочее вставлено. Вы, говорит, знаете, и не нуждаетесь в научении от меня. Семейство Стефанова называют начатком Ахайи, или потому, что оно первое уверовало, или потому, что вело жизнь прекрасную. Ибо начаток всегда должен иметь превосходство перед тем, с чему служит началом. Ахайи называют Элладу. Они определили и посвятили себя на принятие верующих нищих и на служение им, и не по принуждению других, но по своей собственной воле. 1 Коринфянам 16, глава 16 стих. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся толкованию. То есть участвуйте с ними и в денежном уреждевении, и в телесном служении. И не сказал просто содействуйте, но будьте почтительны, заповедуя усиленное послушание. А дабы не подумали, что благо препятствует одному только Стефана, но прибавляет и ко всякому содействующему и трудящемуся. В чем? В служении святым, ибо все таковы достойны чести. Да и они в таком случае будут сносить труд свой мужественнее. 1 Коринфянам 16, глава 17 стих. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше. Долкование. Они сообщили Павлу известие о разделениях и о прочих погрешностях в Коринфе. Быть может, через них-то и уведомили его домашние хлоины. 1 Коринфянам 1, глава 19 стих. «Поскольку естественно было, что Коринфяне ожесточились против них, то он сдерживает их, говоря, что они восполнили отсутствие ваше, то есть пришли вместо всех вас и ради вас предприняли ко мне такое путешествие». 1 Коринфянам 16, глава 18 стих. «Ибо они мой и ваш дух успокоили, почитайте таковых». Так, толкование. «Объявляет, что его спокойствие есть и их спокойствие. Поскольку же они успокоили меня, а мое спокойствие для вас самих полезно, то с вашей стороны да не будет заявлено ничего неприятного им самим». 1 Коринфянам 16, глава 19 стих. «Приветствуют вас церкви осийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашней их церковью». Толкование. «Членов Христовых соединяет через приветствие по всегдашнему своему обыкновению. У них остановился, потому что и сам занимался деланием палаток». Деяние 18, глава 1, по 3 стих. «Примечай их, добродетель, в том, что они сделали дом свой церковью, устроив в нем собрание верных». 1 Коринфянам 16, глава 20 стих. «Собрание, не купол, а то церковь. Собрание верных собралось, все. Церковь». «Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием». Толкование. «Только здесь делает прибавление святом целовании, потому что много было разделений. Поскольку же много убеждал их к единению, то, наконец, соединяет их и целованием святым, то есть бесхитростным, а не лицемерным». 1 Коринфянам 16, глава 21 стих. «Мое Павлово приветствие собственноручно. Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение». 1 Коринфянам 16, глава 22 стих. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа, толкование. Одним этим словом страх привел всех, блудников, разномыслящих, употребляющих идола жертвенное, не верующих к воскресению, и вообще всех, которые между ними вели себя несогласно с его учением и преданием. Ибо все таковые не любят Господа». Маран афа, то есть Господь пришел, «Сказал это отчасти для того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а через это и о воскресении, отчасти же для того, чтобы пристыдить их. Владыка за нас принял все на себя, а вы прогневляете его. Одни называясь по имени, людей, а другие совершая порочные дела. Употребил выражение не греческое, а еврейское, или язык сирийский. Ибо говорил Коринфянам, которые придавали много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия. Он же показывает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой. Так что и говорит грубым языком. 1 Коринфянам 16 глава 23 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Толкование. Долг учителя не только убеждать, но и молиться. И таким образом вдвойне утверждать. Учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв. 1 Коринфянам 16 глава 24 стих. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Аминь. Толкование. Поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимает их руками любви, говоря «любовь моя с вами», то есть «я присутствую со всеми вами», ибо «я не без вас». Хотя и в другом месте. Этим же показывает, что хотя написано и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и заботливости. А дабы не подумали, что говорит это из лести к ним, прибавляет во Христе Иисусе, то есть «любовь моя» не имеет ничего человеческого или плотского, но духовно и во Христе. Будем же и мы молиться, дабы любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу. Ибо таким образом удостоимся и вожделенных обителей Божьих во Христе Иисусе, Господе нашим, возлюбившим нас, которому слава во веки веков. Аминь. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 1 стих. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии, толкование, блаженного Феофилакта. Поскольку апостол при первом послании посылал Тимофея в Коринф, и потом опять принял его, когда тот возвратился, то справедливо присоединяет к своему имени его имя. Кроме того, Тимофей показал Коринфянам и опыт своей добродетели. Таким образом, апостол упоминает в настоящем послании Тимофея, как о лице уже известном Коринфянам и многое исправившем у них. Заметь, что иногда называет его сыном, как сын отцу, говорит, служил мне в благовествовании. Филиппийца 2 глава, 22 стих. Иногда сотрудникам, ибо он делает дело Господне, как и я. 1 Коринфянам, 16 глава, 10 стих. А теперь братам, представляя его во всех отношениях достойным уважения. Опять соединяет их, сказав, в церкви, ибо находящиеся в разделении не составляют церкви. Упоминает обо всех, живущих в Ахайе, оказывая предпочтение Коринфянам, когда через послание к ним приветствуют всех и в то же время призывают весь народ к согласию. Кроме того, поскольку они все колебались, то предлагает им общее врачество. То же самое делает послание к галатам и к евреям. Называя же их святыми, показывает, что если кто не чист, то не достоин этого приветствия и наименования. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. И теперь употребляет обыкновенное приветствие, о чем сказано в других местах. Второе к Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Толкование. В первом послании обещал прийти к ним, но так как не пришел, то предполагал, что очень опечалил их мыслью, будто предпочел им других. И так, желая оправдаться и показать, что его задержали многие, случившиеся с ним искушения, предлагает прекрасное объяснение в свою защиту. Благодарю, говорит Бога, спасшего меня от опасностей. Через это благодарение намекает на то, что были некоторые великие препятствия, удерживавшие его, за освобождение от которых и благодарит. Он явил столь великие щедроты, что извел нас из самых врат смерти и удостоил нас всякого утешения в скорбях. У святых был обычай называть Бога по благодеяниям, получаемым от Него. Так, по случаю победы на войне, Давид говорит, возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Псалом 17, стих 2. И еще, Господь крепость жизни моей. Псалом 26, стих 1. По случаю избавления от омрачения и затмения ума и от печали, Господь просвещение мое. Псалом 29, стих 1. Так и теперь Павел называет Бога отцом щедрот и Богом утешения вследствие того, что с ним случилось. Заметь же его, смиренно мудре. Получив избавление от искушения с благовестия, он не говорит, что избавление по достоинству, но по щедротам Божиим. 1 Коринфянам 1 глава 4 стих. 2 Коринфянам 1 глава 4 стих. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Толкование. Не сказал, не перестающий удрущать нас, но утешающий нас во время скорбей. Ибо если он и попускает удрущать нас, то для того, чтобы мы через терпение стяжали награду. Когда же видит, что мы изнемогаем, то утешает нас. И это делает всегда. Поэтому не сказал, что он однажды утешил, но утешающий, то есть всегда, не в той или другой скорби, но во всякой. Не потому, говорит Бог, утешает нас, что мы достойны утешения, но для того, чтобы по образу утешения, испытанного мной, я мог утешить и других, находящихся в искушениях. Поэтому и вы, видя меня так утешенного, не унывайте, пребывая в скорбях. Через это же указывает и на дело апостолов, на то, что они поставлены для того, чтобы других поощрять и возбуждать. Они как лжеапостолы, которые, пребывая в неге и сидя дома, пренебрегают нуждающимися в утешении и поощрении. Второе, кориффианом, первая глава, пятый стих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Толкование. Не унывай, говорит никто, кто слышит о скорбях и страданиях, ибо в той мере, как они умножаются, увеличивается и утешение. Не просто так же сказал страдания, но Христовы, чтобы и этим воодушевить Коринфян. Христовы, суть страдания, те, которые мы претерпеваем и через то становимся общниками ему в страданиях. Поэтому величайшим утешением для тебя добудет то самое, что ты переносишь в скорби Христовы, и не их только, но большее. Ибо, говорит, умножается в нас страдания Христовы, то есть мы терпим больше, нежели сколько претерпел Христос. Чувствуй, однако, сколь великое, и сказал, смягчая, то же самое говоря, умножается Христом и утешение наше, ибо все относит к Нему. И не сказал, что утешение равно скорбям, но умножается гораздо больше скорбей. Вот так вот. Второе, Коринфянам, первая глава, шестой стих. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Толкование. Вы, не должны смущаться о том, что я терплю скорби, потому что мы подвергаемся скорбям для вашего спасения и утешения. Мы могли бы провести жизнь в безопасности, если бы не проповедовали. Причина еще гонения, если бы не проповедовали. Поэтому так расхлюпанные сегодня, не проповедуют, их никто не трогает. Все знают, пузатый поп, кому он нужен. Презрение в народе священнослужителям. Более низкого рейтинга у церкви никогда не было, чем сегодня. Но теперь, когда проповедуем, чтобы спасти вас и утешить души ваши через проповедь и происходяющие отсюда благо, подвергаемся скорбям. Итак, мы притепеваем скорби для вашего спасения, но вы не должны смущаться. совершается сие спасение не только через ваше терпение, но и через ваше. То есть, не я один соделываю спасение ваше, но и вы сами. Ибо, как я проповедую, терплю скорби, так и вы, принимая проповедь, терпите те же самые страдания, какие терплю я. Свидетельствуют пред ними, а их велико добродетели тем, что они приняли проповедь с искушениями. Комментарий Игнатий Лавкаль. Слово проповедь звучит так просто и обычно в толковании Феофилакта. Что же стало с нами? Почему это слово проповедь не столь популярно ни в храме, ни в обыденной жизни? А причина только одна. Нет истинного духовного рождения свыше. Нет любви к Богу и к Слову Его. Поэтому то такое пренебрежение к Библии. Хотя и стоит она дома на почетном месте. Если кто-то из пастырей все же решается проповедовать, свои же собратья постараются задушить его проповедь, чтобы он не высовывался, чтобы было как у всех. Такой брат может сказать проповедуя, терплю скорби. За многое терпят скорби священники, но только не за это. 2 Коринфянам 1 глава 7 стих И надежда наша о вас твердо. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Толкование. То есть мы твердо уверены в вас, что не отпадете в искушениях, посему тем более не смущайтесь, видя, что мы страдаем. Для вас же и утешаемся, то есть наше утешение бывает вашей отрадой, ибо если мы получим только малое воодушевление, то и этого достаточно к утешению вашему, потому что вы становитесь общниками нашей радости. Поскольку вы, когда нас преследуют, скорбите, как будто сами претерпеваете это, то мы знаем, что когда утешаемся мы, вы почитаете себя получившими утешение. Все. Продолжение следует...